Седьмого апреля по 10 мая в фойе Чувашского государственного художественного музея города Чебоксары пройдет выставка оптических иллюзий иллюзион. Здесь можно сразиться с динозавром, подружиться с жирафом, забраться на скалу без страховки или органично вписаться в фантастический сказочный мир. Картина буквально на глазах оживает в объективах фотоаппаратов. Выставка представлена более чем двумя десятками экспонатов. Седьмого по четырнадцатый апреля молодежно-экологическая дружина Чувашской республики предлагает принять участие в весеннем городском квесте «Зеленые игры» в Лакреевском лесу. Седьмого апреля во вторник в восемь утра в группе квеста появится квест-лист с заданиями. Ваша задача распечатать его, либо сохранить к себе на телефон и отправиться в путь. Пройти квест можно в любой момент в течение недели с седьмого по четырнадцатый апреля. Территория квеста «Лакреевский лес». Участие бесплатное. 8 апреля в среду в культурно-выставочном центре «Радуга» пройдет онлайн-лекция «Шедевры музея Мордовии». Предварительная запись на лекции обязательно, так как количество мест в мультимедийном зале ограничено. Принимаются групповые заявки по телефону 31550. Вход свободный. С 23 марта по 23 мая в киноконцертном комплексе «Сейспель» можно будет посетить фестиваль военного кино, посвященный 70-летию победы, судьбой побед по памяти войны. Принимаются коллективные заявки на посещение. А также со 2 апреля в кинотеатре «Адл» смотрите премьеру фильма «Битва за Севастополь». Любовь под нескончаемым огнем противника. Дружба с Алеонорой Рузвельт. Выступление на конференции, повлиявшее на исход Второй мировой войны. Желание жить и страх потерять любимого человека. Справится ли со всем этим хрупкая женщина? Это реальная история Людмилы Павличенко, легендарной женщины-снайпера. Солдаты шли в бой с ее именем на устах, а враги устроили на нее охоту. На поле битвы она видела смерть и страдания, но самым серьезным испытанием для нее стала любовь, которая у нее могла забрать война. Главную роль в драме исполнила российская актриса Юлия Пересильд. Ее партнерами по съемочной площадке стали Евгений Цыганов, Олег Васильков, Никита Тарасов и Анатолий Кот. В проекте приняли участие певица Полина Гагарина и группа «Океан Эльзы», записавшая заглавные музыкальные композиции картины. Посмотреть этот фильм, несомненно, стоит. Поэтому приятного вам просмотра и удачной продуктивной недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова